Более 60 тысяч жителей Верхневолжья за два года улучшили условия проживания. Это получилось благодаря проекту «Жилье», который входит уже в национальный проект «Жилье и городская среда». Ход реализации этой программы в Тверской области стал одним из ключевых вопросов, которые были рассмотрены на очередном заседании регионального правительства 20 апреля. Его провел глава региона Игорь Руденя. Об итогах, планах и перспективах расскажем в следующем материале. За минувший год Верхневолжье ввели в эксплуатацию 660 тысяч квадратных метров жилья. И это показатель выше, чем в 2019 и 2018 годах, несмотря на пандемию и экономические трудности. Эти итоги были озвучены на заседании регионального правительства 20 апреля. Новые дома появились в Твери, Торжке, Ржеве, Калининском, Конаковском и Зубцовском районах. Это 92 многоквартирных дома. Также в регионе развивается и малоэтажное строительство. Мы делаем особый упор на то, чтобы образовалось малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. У нас пропорции практически сопоставимы. А область со своей стороны будет оборудовать эти учреждения, укомплектовывать их и содержать, выделять деньги на их финансирование. Это заработная плата работникам, это расходные материалы, ну, соответственно, все, что необходимо. Поэтому сейчас мы движемся по пути такого активного развития, но с учетом специфики нашей территории. Поэтому будут и многоэтажные дома в отведенных местах, и, конечно, обязательно будет сохранено малоэтажное строительство и такая комплексная застройка для уже молодежи. В прошлом году было построено 370 тысяч квадратных метров индивидуального и малоэтажного жилья. В качестве экспертов в заседании правительства приняли участие застройщики, которые работают на Тверской земле. Они отметили необходимость модернизации правовой базы для комплексного развития территорий, пригодных для малоэтажного строительства. Необходимо помогать малоэтажным застройщикам в формировании среды, как социальной, так и инженерной, инфраструктурной. Потому что большие участки земли, которые мы осваиваем, они характеризуются большей протяженностью сетей и дорог по сравнению с многоквартирными жилыми домами. Объем жилищного строительства в Тверской области стабильно увеличивается с 2018 года благодаря федеральным и региональным системам мерам поддержки строительного комплекса. Огромное значение имеет освоение новых территорий и реновация старого жилого фонда. Губернатор поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами комплексного строительства с учетом перспектив развития площадок в муниципалитетах. Губернатор и правительство уделяют очень большое внимание развитию комплексному, развитию жилой среды, городов. И по лидирующему положению Тверской области в рейтинге регионов мы видим, что это заслуженный оправданный результат. Нам очень приятно работать на территории Тверской области. То есть действительно хороший диалог с государственными органами, со службами, которые строго, но справедливо контролируют нашу работу. Рассмотрели на заседании также участие регионов в федеральной программе стимулирования жилищного строительства. В том числе это возможности для строительства социальных учреждений, предоставления льготной и сельской ипотеки. Кроме того, обсуждался актуальный для строителей вопрос привлечения молодых кадров.